2 июня день памяти выдающегося российского врача-офтальмолога, героя социалистического труда, талантливого организатора и неординарного политика, гуманиста, создателя системы МНТК «Микрохирургия глаза» с филиалами по стране, академика Святослава Николаевича Фёдорова. Искусственный хрусталик глаза, избавление близоруких от очков, доступность высоких технологий лечения зрения для жителей самых отдаленных уголков большой страны. Миллионы людей благодарны ему за счастье видеть. Многочисленным ученикам и последователям повезло зажечься от лучей его безграничной энергетики, напитаться его идеологией, проникнуться независимостью, удачливостью, предприимчивостью. Человек, сделавший себя сам, ученый с большой буквы, он не был баловнем судьбы. Наоборот, жизнь его била и закаляла, а он не переставал ее любить. Когда Святославу было 11 лет, врагом народа объявили его отца, комдива Красной Армии. Семью ждала нищета. Мальчик стал изгоем, которого родители одноклассников не пускали в дом. Со временем научился информацию об отце скрывать. Пристрастился много читать. Литература его закаляла и помогала переживать трудности. Святослав мечтал о небе и службе военным летчикам, но в результате несчастного случая потерял ногу. Другой бы упал духом. Святослав Федоров радовался, что голова-то цела. Преодоление физического недуга лишь укрепляло характер. Не брали в спортивную секцию плавания, он выучился по учебнику и стал чемпионом по плаванию среди юношества Ростова. Закрыв летную карьеру, он стал врачом. Ординарным окулистом на приеме быть не хотелось. Первая в стране удачная имплантация искусственного хрусталика 33-летнего хирурга Святослава Федорова из Чебоксар подарила зрение 12-летней девочке. Но профессиональный подвиг молодого врача маститые столичные хирурги преподнесли как авантюру выскочки с периферии. Федорова чуть не лишили диплома врача. Позже, обретя силу и авторитет, в Федоровском институте единственном в стране доверяли ординаторам и начинающим хирургам оперировать пациентов. О своей жизненной позиции он говорил как о трех прожитых жизнях. В молодости полз ужом, так, чтобы головы не поднимать. Со временем стал хитрым лисом, обаянием и упорством отхватывая зазевавшиеся куски. И лишь создание системы МНТК микрохирургии глаза дало ему ощущение свободной птицы, лебедев стая. Вокруг также стреляют, а он летит себе высоко. Я всегда говорю американцам, что вы примитивные люди, потому что у вас все товар, деньги, товар. У вас русская баллайка. А у нас, я говорю, орган, райком партии, профсоюзы, правительство, соседи, конкуренты. Нажимаешь на клавишу здесь, здесь не хватает рук, не хватает ног. Понимаете, это делает из нас людьми, очень потом хорошо умеющими работать в любой западной стране. Потому что там технология жизни довольно примитивна. Технология добытия денег тоже простая. Профессия, маркетинг, четкая организация труда, работоспособность и все. Больше ничего не надо. Тут нужна хитрость, обаятельность, дипломатичность, тысячу качеств. Понимаете? 80-е годы 20 века считают золотым временем Святослава Федорова. Новые технологии внедрялись, идеи благосклонно поддерживались. Очереди желающих лечиться у Федорова были расписаны на годы вперед. Но и тогда, когда вроде все было прекрасно, подковерные игры завистников и злопыхателей чуть не поставили на судьбе Федорова и всего проекта МНТК «Микрохирургия глаза» крест. Я чувствовал, что надо мной сгущаются тучи, что меня хотят арестовать. Меня действительно планировали арестовать где-то 16 апреля 1986 года по заданию одного из членов Политбюро. И вот тогда я думал, что если меня придут арестовывать, то первое, что я сделаю, я буду из карабина своего отстреливаться. Но последний патрон я пущу себе в лоб. Но никогда я не пойду ни в какую тюрьму и не позволю насиловать себя. Это было как раз накануне принятия решений на государственном уровне об организации МНТК и строительства филиалов. Но по признанию Федорова, это был единственный случай в жизни, когда его довели до мыслей о самоубийстве. Сфабриковать дело о взятках, к счастью, не удалось. Империя Федорова и продвигаемая им экспансия добра лишь окрепла. Со временем одной хирургии, чтобы помогать людям лучше видеть, стало мало. Святослав Николаевич Федоров вошел в политику, чтобы окружающие лучше видели ту дорогу, по которой страна идет в будущее. Его политические встречи с избирателями изобиловали экономическими выкладками и критикой рабской идеологии народа. Он был одним из самых неординарных публичных политиков. Его высказывания отличались откровенностью и человечностью. Хороший политик, считал Святослав Федоров, это тот, который сострадает другим больше и тоньше, чем себе. Это человек, сострадающий со своим народом. Это человек, который хочет изменить жизнь. И этот человек может родиться в любой среде. Актер Рейган за 8 лет поломал Советский Союз. Развалил, как он назвал, империю зла. Он провел в 1981 году референдум, о котором почему-то очень пишут у нас мало, и сказал, давайте развалим к чертовой матери эту империю зла, и каждый из нас, американцев, каждый третий доллар будет давать в бюджет страны. И бюджет страны с 800 миллиардов подпрыгнул до полтора триллиона. Он задал сразу нам гонку невероятную, 310 миллиардов на армию, а мы 150, и поэтому вынужден был Горбачев прийти к перестройке. Его заставил Рейган, актер, не режиссер, он еще и режиссер, у него еще и башка работает, а тот просто скакал на лошади. Скакал, ля-ля-ля и так далее на вторых ролях. И поломал всех нас, раздолбал. Вот сейчас выкручиваемся. Произнесенные 27 лет назад факты, как и выстраданные чувства, актуальны, как никогда, как и многое другое из его свершений, идей и фантазий. Я счастливый человек, вы понимаете, я вижу результаты своего труда, и я вижу, что ребята, которые меня окружают, могут работать так же, как я. Это меня вдушевляет, что я не являюсь исключением в этом народе. Таких, как я, тысячи. Человек живет, пока живы его дела и память о нем. Калужская клиника Федорова придает все новые импульсы гениальным идеям учителя. И благодарность пациентов несет имя Святослава Федорова сквозь годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok